Продолжение следует... Вершины античная грамматика достигла в эллинистический период, когда произведения Гомера, Эсхила, Софокла, Эзопа и других авторов стали обрабатываться для нужд школьного образования. Гимнасии в эллинистическую эпоху стали государственными учебными заведениями для юношества из зажиточных семей. В этот период гимнасии существовали практически в каждом городе Полиси. В Афинах к трем гимнасиям предшествующего исторического периода Академия, Киносарк, Ликей. Прибавилось два новых Птолемиан и Диогениум, названные по имени их основателей и меценатов. Египетского царя Птолемия и македонского правителя Диогена. Гимнасии возникали и на периферии эллинистического мира в Полисах Северного Причерноморья, Грузии, Армении. В Вавилоне уже при Парфянском правлении также продолжали существовать греческие гимнасии и полистры, высоко ценившиеся местной элитой. Даже на территории Северного Афганистана археологи обнаружили остатки типично греческого гимнасия. В гимнасиях занятия велись чаще всего в форме свободных бесед о литературе, философии, музыке, здесь по традиции обучали математики, географии, риторики. Городские власти управляли гимнасиями через выборных должностных лиц гимнасиархов. Это были богатые горожане-меценаты. Гимнасии являлись важной частью архитектурного облика полисов, представляя собой комплекс красивых зданий. При гимнасиях были библиотеки, расположенные в специально для этих целей построенных помещениях. Имена тех, кто покровительствовал гимнасиям, гравировались золотом на мраморных плитах. В Трифдайна Эфибия как государственная организация военной подготовки юношества трансформировалась в учебное заведение одногодичного и двухгодичного типа, где наряду с военно-физической подготовкой осуществлялась образовательная подготовка на базе гимнасия. Например, в Афинском гимнасии Диогениум обучали риторики и философии. Известный историк и ритор Дионисий Галикарнаский, вторая половина АФДН.Э. полагал, что риторика нужна всем, кто пользуется речью, особенно молодым людям. Риторика, по словам Дионисия, вещь полезная во всех случаях жизни, когда нужно пользоваться речью, особенно молодым людям, достигшим совершеннолетия. Дионисий выделял два рода упражнений в речи. Одни служат развитию мысли, другие учат. 38. Пользоваться словами Исходя из этого, Дионисий составил учебник риторики, в котором рассматривались правила соединения слов с учетом их значимости для того или иного высказывания. Виды речи Поэзия слова Способы постижения искусства речи Овладение риторикой Дионисий считал обязательным условием последующего изучения отдельных наук и, заключенных в них мыслей. В процессе занятий риторикой юношам следует серьезно упражняться в пользовании речью, поскольку овладение любым искусством невозможно без выработки необходимых для этого умений. Занимаясь риторикой, юноши должны были параллельно усваивать значительный объем знаний из самых различных областей тогдашней науки и искусства. Дионисий, в частности, полагал, что юноши должны также изучать обычаи греков и варваров, быть сведущими в законах и государственном устройстве, знать жизнь людей, различные философские рассуждения о справедливости, благочестии и других добродетелях. В общем, можно сказать, что в эллинистическую эпоху развитие риторики имело в своей основе идеи, восходящие к Аристотелю и его предшественникам. Они нашли отражение в системе школьного образования. В эпоху эллинизма зародилось и новое представление о воспитании женщин, отличавшееся от того, которое было в Греции классического периода. Женщина выводилась за пределы замкнутого домашнего мирка. Наибольшее внимание образованию девушек уделяли в общинах пифагориицев эллинистического и римского периодов истории. Пифагориец Фингий, например, полагал, что и мужчине и женщине присуща храбрость, разум и справедливость, а Пифагория и Кофиана проповедовала единство нравственных основ в жизни для обоих полов. В эпоху эллинизма возник ряд философских школ, игравших роль высших учебных заведений, руководимых выдающимися мыслителями того времени. Так, в Афинах около 300 года до н.э. Основатель так называемой стоической философской школы Зенон, между 336 и 332, между 264 и 262 до н.э. Собирал своих учеников на агоре, месте народных собраний, в пестром портике, который называли «Стои», откуда пошло и название всей школы. Зенон разработал учения о всегосударстве, где правят мудрецы. Стойки полагали, что через воспитание человека можно сделать добродетельным. Основными качествами, которые следует формировать в человеке, они считали невозмутимость, спокойствие и самодостаточность. В своей педагогической деятельности они придерживались сократовских и кинических представлений о воспитании. В основу умственного образования ими была положена логика Аристотеля. Зенон, по словам Диагенала Айртесского, греческого мыслителя Тривен.э. Написал специальную книгу, об эллинском воспитании, которая, к сожалению, не сохранилась. У Зенона молодежь обучалась философии, включая физику, этику, логику с риторикой и диалектику. Под риторикой понималось. Наука, обучающая, хорошо говорить при помощи связанных рассуждений, а под диалектикой. Искусство, правильно спорить при помощи рассуждений в виде вопросов и ответов. Занятия наукой рассматривались в качестве главного средства развития человека. Большую известность в эллинистическом мире получила философская школа Эпикура, 341-270-DN.э., который был последователем Демокрита и продолжил развитие его атомистического учения. Эпикура можно считать одним из предшественников сенсуализма, так как он утверждал, что данные органов чувств являются истинными, а ошибки проистекают от неверных истолкований. Отсюда и педагогическая задача освободить человека от невежества, т.е. Обучить правильно мыслить. Диоген Лаэртеский приводил некоторые высказывания Эпикура, отражающие его педагогические идеи. Пусть никто в молодости не откладывает занятий философией. Кто говорит, что заниматься философией еще рано или уже поздно, подобен тому, кто говорит, будто быть счастливым еще рано или уже поздно. Когда мы говорим, что наслаждение есть конечная цель, то мы разумеем отнюдь не наслаждение распутства или чувственности. Мы разумеем свободу от страданий тела и от смятений души. Из всего, что дает мудрость для счастья всей жизни, величайшее это обретение дружбы. Учеников Эпикур собирал в своем саду в Афинах. Посещать его беседы могли все мужчины и женщины, свободные и рабы. Эта школа как союз друзей и единомышленников существовала до 51 года до н.э. Как учитель, Эпикур пользовался огромным уважением. В течение не одного столетия после его смерти в эпикурейских ассоциациях регулярно устраивались торжества в его честь. В Риме эпикурейское учение получило широкое распространение саду в до н.э. Эпикурейцами были, в частности, римские поэты-философы Лукреции и Гораций. Известным философским учением и в известном смысле слова «школой» эпохи эллинизма был. Тридцать девять. Это умение вести спор. Как отмечал Диоген Лаэртеский, они на каждую убедительность предмета находят другую такую же, отменяющую ее. Перрон отстаивал характерный для эпохи эллинизма в целом принцип прилятий визма, утверждая, что, одно и то же для одних справедливо, для других несправедливо, для одних добро, для других зло. Эллинистическая философская мысль и школьная традиция на рубеже нашей эры распространились по всему Средиземноморью, в Азии, Армении, Калхиде, Северном Причерноморье. Земли Армении, в частности, в более ранние времена испытывали культурное воздействие цивилизации Месопотамии. Отсюда были заимствованы клинописная письменность, традиции дворцовых и храмовых песцовых школ ассирийского типа, существовавших в государстве Урар-Туда-6 в ДН.Э. Позднее эта традиция полностью прерывается, уступив место греческому влиянию и алфавитному письму. В Армении уже в 3 в ДН.Э. Существовали школы, где обучались грамоте на греческом и арамейском или сирийском языках. По преданию, существовали письменно-буквы и для армянского языка, но распространены они были лишь в кругах жрецов и передавались в жреческих школах как тайное знание. В А2 в ДН.Э. Сложилось сильное централизованное государство Великая Армения. Слияние греческой и местной традиций способствовало формированию своеобразной культуры эллинистического типа. Армянское государство стало местом приюта для многих беженцев-греков, поэтов и ученых, которые становились на приютившей их земли риторами и педагогами. Здесь появились свои учителя-грамматисты, открывавшие гимнасии. В них преподавались по эллинистической традиции поэтика, история и философия. Обучение велось на греческом языке. Высшее для того времени образование армянское юношество получало в эллинистических центрах просвещения. Антиохии, Пергаме, Александрии. Знакомство с мировыми достижениями науки и культуры стало условием для создания позднее в Армении своей письменности, основоположником которой считается Месроп Маштоц, 361-440-Н.Э. Эллинская культура через греческие городополисы Калхиды проникла и в Грузию. Та часть грузинской знати и купцов, которая была связана с греческим миром, обучала своих детей в типичных эллинистических школах или приглашала в свои дома греков-педагогов. В источниках есть упоминания и о существовании в Калхиды греческих школ, дававших риторское образование, понятно, что получить его могли лишь те, кто воспитывался в традициях эллинистической культуры. В Северном Причерноморье уже с 7 в до н.э. Также обосновались греческие колонисты, познакомившие с Кифа про славянский мир с античной культурой. Школьное дело в этих греческих колониях было организовано по образцу Эллады. Например, в Ольвии, располагавшейся в районе Устья Буга и Днепра, археологами были обнаружены остатки гимнасии и полистер. В Херсонесе, расположенном поблизости от Севастополя, в смешанной греко-варварской среде, где проводились атлетические и воинские состязания, подобные панафинейским и олимпийским играм, в Пантикапее. Современная Керчь нашли развалины гимнасия и театра, где проходили литературные и музыкальные состязания. Известна и Пантикапейская философская школа в Ольвии, где жил недостаточно известный в античном мире софист и оратор Дионисий. В скифском царстве эллинистического периода правящая верхушка была знакома с греческой письменностью и книжной культурой. Скифы пользовались греческим письмом для внешних сношений. Греческие надписи обнаружены в большом количестве на керамике и разных других предметах поднепрофия эллинистической и римской эпох. Все это позволяет предполагать, что здесь существовали традиционные для того времени школы греческого образца. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем Риме. Субтитры создавал DimaTorzok